Исследовать озоновый слой Земли, выявлять воздушные газы может первый казахстанский наноспутник. Его разработала алматинская школьница. Проект Шулпан Аман Кайкельде получил золото на международном конкурсе молодых изобретателей. Его космический аппарат может получать и полезную информацию для фермеров и строителей. Наргизата Кижанова с подробностями. Вот так выглядит первый школьный наноспутник. И это не макет. Он настоящий. У него пять датчиков. У каждого своя задача. Один из них измеряет концентрацию вредных частиц в стратосфере. Другой проверяет наличие в ней химических элементов. Собрать такой многофункциональный спутник было нелегко. Но в лаборатории космонавтики есть все условия для юных изобретателей. Главная цель это передавать актуальные геоинформации. Данные геоинформации будут полезны для аграрной промышленности, для градостроительства. Зоновый слой именно стратосферы, стропосферы, поднимается на елем шаре. То есть запуск он очень экологическим образом запускается. Этот проект не так давно завоевал золото на международном конкурсе молодых изобретателей в Индонезии. Победа вдохновила Шулпан. И теперь она вместе с другими школьниками работает над новым спутником. Он может распылять водяной пар в тропосфере и искусственно вызывать дождь. Это потребуется для таких районов, как Казахстанской области, а также для других частей Казахстана. Это довольно-таки актуальная проблема на данный момент. Падение спутника после выполнения задачи юные изобретатели тоже рассчитали. Оно будет управляемым. А помогут в этом спортивный парашют и GPS-модуль. Это тоже инновация. И также ребята работают над усилением сигнала для того, чтобы в реальном времени передавать те данные, которые будет собирать и обрабатывать спутник. Я думаю, что наш проект станет действительно флагманом для решения более сложных экономических задач в Республике Казахстан. Запустить новый спутник в тропосферу школьники планируют уже в следующем месяце. А пока экспериментируют в лаборатории. Наргиза Такижанова, Кинжи Амраев, Хабар-24, Алматы.